добрый день дорогие друзья сегодня мы поговорим вот об этих наших новинках которые безусловно будут использоваться для проведения соревнований и сертификаций это вот одна из гантелей винчи ну во первых я хочу от себя лично от всего нашего сообщества любителя армлифтинга поблагодарить Дениса Шмарева который взялся решить вот эту вот очень сложную задачу наладить производство вот этих снарядов впервые в мире серийно чтоб у нас везде то есть в каждой точке земного шара могли спортсмены в одинаковых условиях соревноваться и фиксировать рекорды до сих пор нигде в мире серийно гантели винчи не производились они так называются по имени известного силача и пропагандиста силового спорта томаса инчи и везде в мире считаются таким показателем абсолютной силой вот Денис шмарев взялся за этот проект и воплотил его в реальность и в общем-то это те кто понимает что-то в экономике и в бизнесе понимают что никогда эти гантели не будут производиться большими партиями и это снаряд далеко не для всех и в общем-то в лучшем случае этот проект просто не уйдет в минус а как-то само окупится но тем не менее это в общем-то было решение в лучшем смысле этого слова фаната этого спорта а не бизнесмена и и вот все таки очень много сил и средств он потратил на то чтобы этот проект запустить в реальность ну вот что из себя представляют эти гантели основная их особенность вот такая толстая стальная ручка значит 62 миллиметра даже в плюс это сразу очень затрудняет их подъем почему стальная потому что при падении если целиком эту гантель отлить из чугуна она расколется поэтому здесь ручки сделаны отдельно и они залиты вот эти формы значит очень красивая работа здесь и хочется поблагодарить исполнителей литейщиков значит вот здесь если обращаете внимание вот такие имеются площадочки то есть гантель не не будет кататься по полу бесконечно а что в общем то важно при старте то есть ее можно в определенном положении вот так вот зафиксировать и это важно потому что снаряд очень тяжелый я на всякий случай призываю сразу обратить внимание на технику безопасности потому что уже были случаи когда люди дорывались и травмировались не имея базовой техники тяжелой атлетики пауэрлифтинга с этими снарядами надо обращаться очень осторожно но вот это вот одна из первых пятидесяти четырех килограммовых гантелей всего их 4 42 54 66 и 78 килограмм но наверняка возникнет вопрос что для кого вот это вопрос важный я уже попробовал мы попробую так в двух словах помочь вам выбрать снаряд для себя если вы надумаете конечно этим заниматься ну во первых я сразу говорю что это какую бы вы гантель не выбрали это снаряд не для всех то есть снаряд очень коварно очень тяжелый упражнение которое можно в принципе с ней делать вы посмотрите но примерно расклад такой если вы сильный подготовленный человек попробуйте начать 42 килограммовый гантели если вы тяжеловес уровня не ниже мастера спорта в тяжелой атлетике пауэрлифтинге или в каких-то других видах то можете попробовать гантель 54 килограмма но если вы выступающий стронгмен или человек имеющий серьезные достижения в соревнованиях на силу хвата у нас в армлифтинге то тогда вы можете пытаться потихонечку осваивать 66 килограмм ну и если вам по руке и по плечу гантели 78 килограмм значит ваше имя знают не только в россии ну и в мире достаточно хорошо и не надо объяснять кто вы как вас зовут и какие достижения вы имеете пробуйте всем здоровья успехов новых побед на соревнованиях спасибо